в этом ролике вас ждет эпопея с тинько уход чиновников разных мастей и 9 миллиардов рублей для создания позитивного настроения в санкт-петербурге привет новая серия по санкциям в целом и не хочешь немножечко независимые сми поддержать финансово а еще возле твоего имени будет специальный значок и все будут видеть что ты спонсор и вот такие прикольные стикеры поддержи нехта стань спонсором и от тебя узнает весь мир поддерживайте в общем и так эпопея с тиньковым тинько высказался против войны но на него резко напали комментаторы также банк стал открещиваться от олега весь мир это банк с твоим именем а ты в нем просто клиент хотя уже нет руководство тинькофф заявила что меняет название банка и когда они собираются его назвать тинько зинько путинка но этим все не закончилось промытыши начали резать карты а еще к обсуждению подключилась симоньян путин призвал российских производителей одежды заменить западные бренды нужно сейчас больше внимания времени и денег больше всяких элементов поддержки со стороны государства направить на создание соответствующих материалов ткани оборудования но все-таки в основе успеха в вашем вида деятельности и лежит творческие начала эти творческие начала связаны с общей культурой это напрямую связано и с дизайном одежды напрямую а у нас у нас конечно в этом смысле огромные возможности володин до сих пор надеется вернуть деньги мы ресурсы не потеряли их заморозили нам надо их возвращать и задачу так надо ставить а когда придумаем тут у нас что-то забрал у нас много что забрали возвращает сейчас себе страна и эти активы и территории также здесь и деньги вернем еще проценты выплатят интересно что в этой войне ему важны только денежки и территории рогозин живет в выдуманном мире на сегодняшний момент российская ракетно-космическая промышленность за последние три с половиной года реализовала 82 ракетных пуска подряд без аварийных еще десять скажем там пять лет тому назад отоссель сотрясали аварии по этому поводу было много очень критики в адрес роскосмоса но вот последние три с половиной года этого ничего никто не летает без аварии не американцы не китайцы не европейцы роскосмос старается удержать эту высокую планку а к инженерам в нашей стране надо относиться с огромным уважением они построят новую россию они смогут провести новую индустриализацию особенно сейчас это важно в условиях санкции мишустин бредит о том что россия выпустит свои соцсети с blackjack а мы блогерами действительно наши блогеры вынуждены покидать иностранные соцсети но может это и хорошо инстаграм заблокировал роскомнадзор google сам отключил рекламу дальше это блогеры которые возвращаются в наши российские независимые соцсети они видят и недостатки и некоторые нюансы которые есть но хорошо что видят потому что без отраслевых требований не бывает хорошего продукта невозможно создать что-то хорошее когда вы не формализовали эти требования или когда вы там не бываете поэтому когда раньше были в инстаграмах в других сетях иногда заходили в контакте в одноклассники и не чувствовали какие-то нюансы а сейчас идет если хотите переосмысление и создание требований к этим элементам экосистемы чтобы она была у нас на высшем уровне я глубоко убежден что наши мозги и ребята разработчики способны на создание таких технологий и могут это сделать и делаю это тоже сегодня основной акционер лукойлов вагит алекперов покинул совет директоров и пост главы компании он занимал этот пост с 1993 года анатолий чубайс покинул состав совета директоров аевка система и компании электрозавод питерской поликлиники из-за нехватки бумаги больничные выписывают на оборотке каких-то листовок во владимирской области в деревне игумного ввели в эксплуатацию новую территорию кладбища из-за таяния снега теперь она выглядит вот так а местные уже ждут что к ним поплывут гробы в администрации же рассказали что скоро все само по себе наладится вырастет трава и такой грязи уже не будет псевдо украинские беженцы устроили скандал в болгарии с вечера в их номере начались крики маты и драк в разговоре с соседями они говорили что с украины вели себя настолько буйно что ближе к утру пришлось вызвать полицию оказалось свиноорки даже требовали гуманитарную помощь как будто бы они из украины после выселения из отеля они были задержаны тиктокеры из аркастана в любых запретах видят возможности для обхода новая схема выглядит так находит человек из сша он регистрирует аккаунт и выкладывает видео оплата фантиками рф я вот сижу и просто понимаешь насколько я устала искать сериал на пиратских различных сайтах потому что уже просто невозможно включаешь грузится миллион лет всякие рекламы качество где-то еще 80 или 360 я постараюсь купила подписку на какой-нибудь netflix тот же но для всех не секрет что это сейчас невозможно мы немножечко заблокированы и что делать просто непонятно ну устала не устала опиратить все равно придется ну а что делать когда у тебя все государство пират очередной зомби форум для промытушек строительство важнейшая тоже есть часть нашей истории строительство трубопроводов сегодня мы о них все знаем тоже сложнейших условиях выходили молодые ребята в непроходимых болотах строили эту инфраструктуру тоже известна очень фотография вы видите что написано вашим санкциям труба господин рейган это очень актуально в наше время мы всегда были под какими-то санкциями только наша страна выходила на нормальный уровень развития всегда находились страны мы всех знаем в первую очередь западные страны которые были этим недовольны всегда все хотят чтобы россия была на догоняющих позициях депутат власов негодует по поводу звезд шоу-бизнеса то что касается наших заслуженных деятелей культуры которые сейчас как один все говорят что они уехали в отпуск у кого не спросишь мы в отпуске в израиле в отпуске в эмиратах в отпуске во франции в отпуске в других странах уважаемые коллеги если мы будем с вами молчать и никак на это не реагировать когда закончится успехом военная операция на украине все опять ручейком побегут обратно в российскую федерацию потому что здесь концерты потому что здесь эфиры потому что здесь телешоу и деньги тут выяснились суммы гонораров которые музыканты запросили за выступление на патриотическом фестивале солдатский конверт концерт выглядит так и так пелагея возьмет 3 миллиона рублей хотя обычно стоит 2 майдана в два с половиной хотя обычно ему хватает и одного по завышенным прайсом выступили также лев лещенко и лариса долина налогоплательщик россии скажи на что уходят твои деньги а вот так выглядит полный список украинских артистов журналистов и работников культуры которым запретили въезд на территорию россии сроком на 50 лет российские адвокаты начали готовить групповой иск к apple и отметили что в соответствии с действующим законодательством рф подобные действия носят дискриминационный характер ой как удобно значит можно аннексировать чужую территорию начинать войну но apple play самый важный закон в истории человечества госдума приняла закон о бесплатном газе для вечных огней в россии могут разрешить выпускать машины всех экологических классов в том числе и евро ноль россия планирует выпускать альтернативу кока-кола под названием руккола или руккола рутью раз грамм руккола дальше что напишите в комментариях джимейл заблокировал рабочую почту думы зачем использовать для работы почту страшного натовского врага это также тупо для россии как и хранить деньги в иностранных банках а ну да дочь шойгу владеет тремя квартирами в москве стоимостью в полмиллиарда рублей ее компания тесно работала с госзаказами налогоплательщик россии скажи на что уходят твои деньги хотя в данном случае это хорошо потому что армия россии готовится применить устаревшую технику которая с 1970 находилась на базах хранения смольный выделит почти 9 миллиардов рублей на создание позитивного настроя у петербуржцев итак формулировка на что 8 и 6 миллиардов рублей уйдет на создание условий для обеспечения общественного согласия санкт-петербурге россия как уже сказал выдержала это беспрецедентное давление ситуация стабилизируется курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом по итогам первого квартала положительная сальдо текущего счета платежного баланса превысила 58 миллиардов долларов и это исторический максимум россиянам не стоит рассчитывать что в ближайшее время можно будет свободно покупать валюту валюту теперь можно продавать но нельзя покупать мы не можем врать мы россия мы русский народ а для них это ключевое вот он как рассказал надо врать поэтому как бы ответ на вопрос этот вопрос даже не в том готовы не готовы мы не готовы врать они готовы вот поэтому так и получается а вот и цена ладно это же явно фейк но ответьте в комментариях кто из россии за сколько реально можно купить тем временем уже даже ведущие по федеральному тв не скрывает что не верят в фокусы на биолины индексы московской биржи после обеда ускорили падение индекс мосбиржи на минимуме с 25 февраля биржевики отыгрывают сообщение о том что в событиях на украине наступает новая фаза валютный рынок давно уже живет по своим внутренним правилам написанным центробанком а потому доллар сейчас к рублю по-прежнему дешевеет евро дорожает правда всего на 15 копеек кстати на биолину переизбрали на третью пятилетку в россии это отразится очень плохо то есть курс не настоящий то что на бирже мы видим это все не настоящий это абсолютный симулякор курс держится вручную цифры на бирже держится вручную их можно держать выпаливая золотовалютные резервы еще несколько недель даже месяцев и золотовалютных резервов на это хватит но это не бесконечные не бесконечный процесс спасибо что подписываетесь ведь уже семьдесят пять процентов смотрят нас без подписки стоп так было же 71 и 3 а очевидно что вам интересны наши видео поэтому если хотите нас поддержать подпишитесь и напишите комментарий ну или финансово став спонсором и в описании там много вариантов еще есть слава украине живи беларусь нет войне но мы с вами расскажем о том что на нем здесь там следующий вид Продолжение следует...